В данном уроке мы рассмотрим процесс импорта теоретических чертежей в рабочую среду программы Rhinoceros 3D. Зайдем в подменю команды Surface, кликая удерживая левую клавишу мыши. Выберем инструмент Picture Frame, предназначенный для импорта растровых изображений. В появившемся окне выбираем необходимый файл. Перед импортом изображения необходимо проверить его размеры. В данном случае нас интересует ширина, которая равна 2511 пикселям. Откроем выбранное изображение нажав кнопку Open. В командной строке появилось предложение указать начальную угловую точку изображения. Введем значение 0, обозначающий точку начала координат. Подтвердим введенное значение нажатием клавиши Enter. В командной строке появилось предложение ввести длину изображения. В нашем случае данный параметр равен ширине изображения чертежа 2511 пикселям. Вводим данное значение в командную строку и подтверждаем его клавишей Enter. Теперь необходимо указать направление размещения чертежа и видовой экран, так как от выбора видового экрана зависит положение чертежа в пространстве. Разместим чертеж в фронтальном видовом экране вдоль оси X. Для этого необходимо указать направление и кликнуть левой клавишей мыши. Повторим данную операцию для вида сверху. Если по умолчанию окно Windows Explorer не отображает информацию о выбранном файле, данное свойство можно активировать во вкладке Organize, выбрав панель Details Plane. Как видно, ширина вида сверху равна 2561 пикселю. Указываем точку начала координат и вводим значение ширины изображения. Подтверждаем ввод данного значения нажатием клавиши Enter или кликом правой клавиши мыши. Для прямолинейного размещения чертежа в окне проекции достаточно удерживать клавишу Shift или включить режим порта левым кликом мыши в нижней части экрана. Повторим предыдущие действия для размещения последнего вида. Развернем трехмерное окно на весь экран двойным кликом левой клавиши мыши на его названии. Переключение между видовыми экранами может осуществляться посредством удержания клавиши Ctrl и нажатия клавиши Tab или кликом левой клавиши по закладкам, расположенным в верхней части рабочего окна. Все три чертежа равны между собой, так как при импорте мы сохранили соотношение, указывая натуральный размер для каждого из чертежей. По умолчанию все импортированные чертежи отображаются на белом фоне. Это не очень удобно, так как не позволяет видеть объекты, расположенные за плоскостью чертежа. Чтобы изменить свойства отображения чертежа, необходимо выделить плоскость и во вкладке свойства панели опций зайти в меню материал. Далее левым кликом устанавливаем флажок в параметре прозрачность Transparency, в результате чего открывается окно, в котором повторно необходимо выбрать тот же чертеж, свойства которого мы меняем. Данный файл будет использоваться в виде маски прозрачности. Однако для того, чтобы это настроить, необходимо кликнуть левой клавишей мыши на названии файла, перейти во вкладку Output Adjustment, параметры вывода и активировать параметр Invert, Устанавливая флажок, кликом левой клавиши мыши. Нажимаем ОК, в результате чего чертеж становится полностью прозрачным, лишаясь белого фона. Повторим данную операцию для оставшихся двух чертежей. Приведем чертежи в натуральный размер, так как наша модель будет строиться в масштабе один к одному. Откроем любой из видов параллельной проекции. В аннотации масштабной линейки указано, что расстояние 1,4 мм в масштабе чертежа равно 100 мм оригинала. Исходя из этого, приведение чертежа масштаб один к одному будет проводиться в два этапа. Для наглядности измерим расстояние между штрихами масштабной линейки. Зайдем в падающее меню Analyze, Analyze, и выберем инструмент Distance, расстояние. Установив курсор на первом штрихе, кликнем по нему левой клавишей. И протянем линию, удерживая клавишу Shift, до следующего штриха, соответствующего расстоянию в 10 мм масштабной линейки. На данный момент расстояние между штрихами приблизительно равно 35 мм. Вернем чертежам оригинальный масштаб, так чтобы расстояние указанное на масштабной линейке соответствовало действительности. Для этого нам понадобятся две линии. Кликнем удерживая левую клавишу мыши на иконке полилинии. Зайдя в падменю, выберем инструмент Линия. Как видно, при печати и сканировании линии чертежа стали довольно размытыми. Предположим, что центр оригинальной линии находится в месте наибольшей концентрации черного цвета. Обозначим начальную точку линии, кликнув левой клавишей мыши. Таким же образом укажем конечную точку линии. Для большего удобства изменим цвет на красный. Так как наша линия лежит в одной плоскости плоскостью чертежа и сделанный нами выбор неоднозначен для программы, появляется меню, в котором указаны доступные для выбора элементы. Выберем линию, кликнув левой клавишей на элементе Curve. Перейдем во вкладку параметров объекта. Изменим параметр Display Color. Кликнем левой клавишей мыши и выберем красный цвет. Теперь необходимо скопировать созданную нами линию. В панели меню Bar выберем инструмент Copy. Для того, чтобы точно захватить копируемый элемент, необходимо активировать привязки, кликнув левой клавишей в нижней части экрана кнопку Osnap. Левым кликом в появившемся меню установим флажок напротив параметра End. Это позволит при копировании захватить крайние точки линии. После выбора инструмента копирования в командной строке появилось предложение выбрать элемент для копирования. Левым кликом выделяем линию. Подтверждаем выбор нажатием правой клавиши или клавиши Enter. Теперь при приближении курсора к конечной точке линии активируется автоматическая привязка. Левым кликом захватим элемент и удерживая клавишу Shift перенесем копируемую линию в центр отрезка, обозначающего расстояние в 1 дюйм на масштабной линейке. Закончим операцию кликом правой клавиши мыши. Как упоминалось ранее, все чертежи были импортированы в программу в одном масштабе. Зная это, мы можем масштабировать одновременно все три вида, воспользуясь командой Scale3D, так как наши чертежи находятся в различных плоскостях. Для масштабирования элементов, находящихся в одной плоскости, существует команда Scale2D. Выбираем команду масштаб 3D. Кликая левой клавишей, выделяем все три вида и созданные нами отрезки. Подтверждаем выбор объектов кликом правой клавиши мыши. В командной строке появился запрос на указание точки, относительно которой будет производиться масштабирование. Кликнем на начале одного из отрезков левой клавишей мыши. Теперь необходимо указать точку ориентир. Данной точкой будет выступать начало второго отрезка. Как видно, активировалась команда масштабирования. Теперь в командную строку необходимо ввести расстояние, равное 25,4 мм, в соответствии с расстоянием, указанным на масштабной линейке. Подтверждаем введенное значение нажатием клавиши Enter. Проверим расстояние между отрезками. Для выбора недавно используемых команд, достаточно кликнуть правой клавишей мыши в поле командной строки. В появившемся меню будут перечислены все команды, которые использовались до этого момента. Выберем инструмент измерения расстояния. Этот инструмент находится в падающем меню под пунктом Analyze Distance. Расстояние. Кликнем левой клавишей на первом и втором отрезках. Расстояние равно 25,4 мм. Повторим измерения, приблизительно оценив расстояние на сантиметровой масштабной линейке, как подтверждение правильности выполненных нами действий. Расстояние практически равно сантиметру. Это верно для всех оставшихся видов. Обращаю ваше внимание, при вводе дробных значений в командную строку, необходимо использовать точку, как разделитель целые дробные части. Для продолжения дальнейшей работы необходимо совместить чертежи между собой. Для этого необходимо выбрать точку пересечения всех трех видов. Для поперечного вида такой точкой будет линия пересечения линии киля и линия диаметральной плоскости. Для большей точности найдем пересечения, построив две дополнительные линии. Выделим чертеж и нарисованные отрезки, предварительно активировав привязку intersection. Данный параметр позволяет легко находить точки пересечения. Выберем команду Move. Установим курсор пересечения двух линий. Подтвердим выбор кликом левой клавиши и в командной строке введем координату 0. Нажмем Enter. Чертеж был перенесен в нулевую координату. Для вида сверху такой точкой будет пересечение линии диаметральной плоскости и первого шпангоута. В результате масштабирования чертежи сместились относительно нулевых плоскостей, в результате чего начерченные линии находятся на значительном удалении от самого чертежа. Это легко исправить с помощью вкладки Transform и команды Set XYZ Coordinates. Необходимо выбрать объекты для трансформации. Подтвердить выбор нажатием правой клавиши мыши и обозначить ось, относительно которой будет производиться трансформация. Далее необходимо выбрать точку новой локализации объектов. Таким образом линии и чертеж были совмещены в одной плоскости. Теперь можно выбрать и переместить точку пересечения в начало координат. Повторим данную процедуру для вида сбоку. Продолжение следует... Итак, в очередной раз необходимо совместить плоскость чертежа с линиями обозначающими точку пересечения. Теперь необходимо произвести трансформацию относительно оси Y. Активируем параметр привязки near. Теперь совместив чертежи, мы можем привести их к масштабу 1 к 1. По аннотации к чертежам было сказано, что 1,4 мм в масштабе чертежа равны 100 мм оригинала. То есть 14 мм в масштабе чертежа будет равно 1000 мм в оригинале или 1 м. Скопируем поперечную линию киля, переместив копию на 14 мм вдоль оси X. Выделим все объекты. Активируем команду 3D масштаб. Установим точку, начальную точку в точку пересечения всех чертежей. В качестве Reference Point возьмем пересечение линии, скопированной линии с линией киля. Теперь достаточно ввести значение равное 1000 мм и нажать Enter. Чертежи приведены к масштабу 1 к 1. На этом третий урок закончен. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...